Вчера, например, я посещал отделение банка, в котором у меня ипотечный кредит. Нужно было просто внести деньги в кассу, потому что сумма достаточно большая, через банкомат это сложно. Касса была закрыта, был технический перерыв. В этом банке меня знают. Я спросил, что случилось? Говорит, у нас стаф-модель, понимаете, сократили одного кассира, вторая должна обедать. Я говорю, понимаете, вас с точки зрения коллега, я вас понимаю. Ну, как клиент, я вас не понимаю. И у меня просто коллизия в голове происходит. И вот в этот момент очень важно мне просто объяснили. Мне управляющий сказал, Влад, привет, рада вас видеть. Слушай, в следующий раз позвони или просто оставь, я деньги внесу в кассу. Там, смс-то придет, проверишь. Нет, ну, подойди. Ну, просто полчаса стоять около, когда вернется кассир, наверное, для меня было некомфортно. На рынке финансовых услуг есть профессионалы. Не все так плохо. Знаете, я люблю презентацию, когда говорят, все у нас плохо, страна плохая. Все хорошо, на самом деле, у нас, коллеги, потому что мы это понимаем. Мы на эту тему рефлексируем. Я работал год в союзе директором банка 24.ру. Вы знаете, это классные парни, которые сделали бизнес на приятных ощущениях клиентов. Доходный бизнес. Мы сейчас не обсуждаем, что произошло, потому что регуляторы лучше не обсуждать. Но если серьезно, то они молодцы. Они сейчас возрождают этот бизнес. Посмотрите, какие слова используются. Восхитительный финансовый сервис. Про эмоции у меня будет тоже отдельный слайд. Эмоции важны, потому что на самом деле мы слишком серьезные, коллеги. Мы слишком серьезные даже в том, что... Я думал, одевать сегодня, я подумал, ну, наверное, как-то надо. Вот у меня первый докладывает все синие государственных структур. Лето банк с их проектом «Посади дерево». Представьте, для меня это было самое-самое вкусное из последнего. Потому что просто у нас новый банкомат. У нас, не знаю, быстрее можно сделать вот это. Они просто сказали, слушай, хочешь потратить 300 рублей? Ну, как-то, да, зацепили. Хочешь дерево подарить? Ну, у них там в рекламе были вещи, например, там уже кто-то из высоких купил это дерево. Я посмотрел, где засаживаются деревья. Я, честно говоря, подумал, что как-то они совпадают с картой 37-го года. Ну, не страшно, ведь мы все деревья в то время вырубили. Мне кажется, проект очень правильный, потому что они клиента пытаются зацепить через эмоции. Они вовлекают его фактически в игру. И третий пример, который я считаю очень хороший. Что у банков произошло? НПФ перестали продаваться. И срочно нужен был продукт в той же продуктовой категории комиссионной продукты, который приносил бы тот же доход и был бы так же важен клиенту. Ребята из европейского юридической службы смогли придумать продукт, то есть фактически его услуги продавать в розницу. Вот такой немножко интерактива, чтобы проверить, не заснули ли. У вас есть свой юрист? Окей, не лесоруб точно, видимо. Но смотрите, мы сталкиваемся всегда с проблемами юридическими так или иначе вне зависимости. Меня, например, полгода назад соседка затопила. И вот, с одной стороны, хотелось круто сказать, вам позвонить мой юрист. Но на самом деле я поднялся, поговорил, понял, что мы просто поговорим, это не ее вина. Просто так сложилось. Но на самом деле бывают ситуации, когда юристы нужны. И они смогли придумать сервис, который позволяет юристу купить услугу юриста в розницу. То есть они, причем они подходят, интересно, они мерят коэффициент удовлетворенности клиентов. Когда приходит компания, говорит, вам настроен NPS клиенту. Говоришь, NPS, а можно как-то по-другому? Не просто на этот промоутер-стор, а как-то на русский язык перевести? Нет, это не переводится, это западная методика. На самом деле, пусть все не так сложно. Не существует одного универсального инструмента, потому что всегда банки хотят найти философские камни и сказать, вот мы найдем это, вот это посадим, дерево вырастет и все, будем под его тенью наслаждаться. На самом деле нет. Потому что маркетинг – это не только эмоции. Часто бывает, что организации, узнав, что нужны положительные эмоции, начинают играть котиков каких-то, постик, потом собачек. Видно, как меняется СММ просто продвижение. Вот кто кого любит, тот то и то и то размещает. На самом деле, эмоции важнее просто как первый контакт, как первое внимание. Но на самом деле, это не тот язык, на котором с клиентом нужно общаться. Клиенту бывают ситуации, когда ему нужны эмоции. Иногда с клиентом нужно говорить, извините, на языке отрицательных эмоций. И вот мы шутили с коллегами про коллекторов. Ведь коллектор – это то, что часть процесса, это одна из точек касания. Я уверен, что маркетинг – это аналитика, это математика. Например, сейчас, если говорить про то, что хорошо использует маркетинг, индустрия, люкс. Когда вы покупаете и понимаете, что этот товар не стоит дорого, но вы платите за бренд. Но для того, чтобы вам продать этот товар, на это работают целые институты, которые понимают, знаете, когда измеряется, как вы заходите в отделение, какого цвета стены, и все-все-все. И не просто там кто-то один делает, это некий комплекс. Потому что клиент утром одно настроение, вечером другое. То есть вот это, на самом деле, это все считается, и все счетно. И маркетинг – это именно данные. Я все-таки считаю, что современный маркетинг, чтобы позитивно немножко поговорить, это управление изменениями постоянными. Сколько? Все уже? Понял. И самое главное – диалог на пяти языках любви. Вы знаете, теория межличностных отношений изучена очень хорошо. Но почему-то мы думаем, что потребитель какой-то другой. Вот он со своей семьей, с друзьями, с близкими, он такой вот такой, а с банком он какой-то вот в костюме постоянно. На самом деле, с ним нужно говорить на языке межличностных отношений. Это тактильное ощущение, не знаю, забота. Это те вещи, на что реагирует каждый человек. И кратко, презентация доступна, вы можете посмотреть. Я расскажу просто буквально о позиционировании, дифференцировании, буквально одну минуту, чем я сейчас занимаюсь. Я сделал продукт для труп-менеджеров. Потому что самая большая проблема сейчас у людей – это аргументированное чувство уверенности. И почему я здесь? Потому что, когда мы говорим о каком-то исследовании чего-то, то есть маркетинг – это темный лес, потому что все считают финансисты, что это затраты. На самом деле, маркетинг – это чисто математика, более чем даже финансовая. Дисциплина, эффективность бизнеса и личная конкурентоспособность – это то, чем я занимаюсь для труп-менеджеров и собственников бизнеса. Ваши вопросы? Спасибо. У нас один микрофон, видимо, что вопросов было немного. Да, с удовольствием у нас есть время на вопросы? Я громко скажу, вы можете? Да, да, конечно. А как вы считаете, имеется ли, отличается ли поведение розничного клиента? Интересует вашу? Я думаю, что, конечно, отличается. Потому что розничный клиент принимает решение себе, всегда лично. И на него влияет, не знаю, пирамида Маслова. Для корпоративного клиента там другие, просто больше параметров для анализа. Поэтому его сильно отличается. Если, например, гендиректор берет для себя кудит или кудит или финуслугу выбирает для компании, это всегда разные мотиваторы, конечно. Да, пожалуйста. Только представляйте, чтобы конференция в Эле имела с точки зрения нетворки. Александр Маслова, а вы берите пример того, как вы общаетесь с клиентом? Может, красный язык из-за каждой вещи. Супер вопрос. Я попробую ответить. На самом деле, очень простой пример приведу. Я работаю советником у одного генерального директора крупной региональной компании, которая на рынке 8 лет. И я понял, что одна из его проблем, именно проблем, в том, что он настолько привык к своей команде, что он не понимает, как мотивировать людей на дальнейшие достижения. То есть он мыслит категориями IPO, мыслит категориями будущего развития компании, а его команда это так не воспринимает. Для них они уже находятся в зоне комфорта. И мы обсуждали, как забота первого лица должна измениться. На мой взгляд, топ-менеджер, главная его задача, он должен положительно влиять на карьеры своих сотрудников. Более ничего. Он не деньги должен, он должен деньги для акционеров зарабатывать. Но с точки зрения команды образования, он должен делать вот это. И забота будет его в том, чтобы вывести из зоны комфорта. Ничего другого. Поэтому мы просто, мы не называем это языком любви. Мы называем это стратсессией, поэтому просто я его напугал. Вы просто предложение поговорите на языке любви. Можно задержать вопрос? Да, конечно. А не конкретным, крупным клиентам, а именно с массовым сегментом. А, окей, очень просто. Смотрите, ну там люди делятся на интроверты, экстраверты, амбиверты, все понятно. Но смотрите, вот пример. Давайте просто про люкс поговорим, потому что про финансы грустно говорить. Как продают часы, например? Например, когда продают часы, вам всегда обязательно их наденут на руку. Почему? Чтобы вы посмотрели, как он выглядит на вашей руке. На правой руке выносите, на левой. То есть они дают вам обязательно в руки это потрогать. Потому что считается, что как только вы сделали тактильный контакт с люкс-товаром, вам говорят, посмотрите, какая выделка кожи, посмотрите, как на вас хорошо цикит. Они переводят вас в зону эмоций и перебирают. На самом деле хороший продавец, он старается перебирать из мотиваторов клиента, что на него. Вам удобно? Предложат вам кофе. Кто-то не пьет кофе, предложат ему чай. То есть это к вопросу, это работа не на языке любви, это просто выбор того мотиватора, который сработает. Самое тяжелое и самое на самом деле доходное, когда вам идею забрасывают в голову, дают возможность спокойно ей прорасти, и вы думаете не о том, дорого это или нет, а где взять деньги на эту услугу. Вот те банки, которые смогут это сделать, вот это будет прорыв. Можно вопрос? Да, конечно. Давайте последний, чтобы мы в графике были. Римак Александрович, вы говорите о том, что с клиентами нужно говорить как-то чуть более лояльнее, да, чуть более открыто, как-то человек. А вот в какой-то момент нужно грань поставить, что есть и серьезное отношение, да, вот где эта грань, и есть ли какое-то математическое соотношение, это как маркетинг, это все-таки математика, да, вот может быть здесь соблюдать принцип Паретта, либо он здесь абсолютно недействительный, вот есть ли мнение на это счет? Знаете, вот есть шикарная книжка, которую я видел, который, на самом деле, в том числе готовится к встрече, взлом маркетинга, она у Мана Иванова Федорова есть, там как раз про изучение науки потребления. Просто клиенту нужно просто, на самом деле, с клиентом, мы же в профессиональном круге говорим, там есть этап пресейла, когда он готов эмоционально, это как в разговоре, знаете, там присоединение и так далее. На самом деле, нужно просто понять, что у вас в долгую. В банке все пытались заработать в короткую. Ставку по кредиту и все. Но потому что в долгую зарабатывать сложнее. Поэтому с клиентом нужно вести постоянно диалог, постоянно его спрашивать. Вы знаете, в ресторане есть такое простое правило, вам кафе подойдут, скажут, вам все понравилось. Это вопрос, который уже набило скомину у всех. Но на самом деле, это самый простой вопрос, даже если вы негативно, вы негатив сразу отдадите. Просто я с рестораторами много общаюсь, потому что у них много проблем с точки зрения сервиса. Конкуренция у них наконец-то растет. Поэтому клиенту нужно говорить тогда, когда он готов это услышать. Например, я могу пример привести. Вы знаете, если вы пост разместите утром или вечером, то будет разное количество лайков от ваших друзей. Я, например, стараюсь пост размещать после 10 вечера. Моя аудитория уложила детей, накормила мужа или с супругой посидела за столом, и у них появляется личное время у него. Вот я просто пытался это тоже как-то высчитать. Но есть на эту тему книжки, исследования. Я говорю, я просто по образованию математик, поэтому для меня это прям приятно, что математика, она на самом деле самая правильная наука. Знаете, говорят, с логикой спорить можно с математики сложнее. Дать какое-то устремленное значение. Не-не-не, ну каждому свое. Вот сегодня мы с вами, не знаю, поговорим, не знаю, вы мне выставите счет, а я не смогу оплатить, потому что у меня эмоции не тащатся. Спасибо, коллеги.